Эти кубики можно назвать волшебными, ведь они помогают развить воображение и логическое мышление, внимание и творческие способности. И всё это – игра кубора. Соревнования по ней прошли в седьмой школе. Ребята молодцы, они вот так активно все вовлечены в эту работу, начинают строить свои трубопроводы, газопроводы, инженерное мышление у них развивается, навыки приобретают. Конструктор кубора как раз-таки этому способствует. Десять команд, в каждой по шесть человек – это ученики седьмых и восьмых классов. Сплотить участников – ещё одна задача состязаний. В первую очередь мы учитывали такие умения детей, это как работать в команде, учиться переносить схематизацию на условия задачи на карту. И также здесь идёт взаимосвязь между другими предметами. В первую очередь мы оценивали у ребят метапредметные умения. Задача для всех одна – построить условный трубопровод, учитывая особенности местности, высоту сооружения и другие характеристики. Каждая команда по-своему подходила к решению задания. Кто-то у нас отвечал за идеи, то есть планировка, кто-то уже эти идеи, скажем так, из фантазии переносил в реальность. То есть, в общем, сам факт того, что чтобы победить, нужна чёткая командная работа. Без этого, ну, естественно, никак. Можно было вначале просто построить дорогу, а дальше усовершенствовать, чтобы увеличить количество баллов. В команде седьмой школы опытные игроки. Ребята недавно вернулись с окружных соревнований, где успешно выступили. Мы ездили в Ноябрьск на региональный этап. Там у нас было две команды, и мы заняли первое и второе место. Мы очень обрадовались, потому что изначально мы хотели такие занять места, и в итоге мы получили то, что хотели. Помимо этого, ребята онлайн участвуют в разных всероссийских инициативах, которые проводят Центр интеллектуальной игры, и, собственно, под руководством чем методически мы развиваем этот инженерный спорт. Развитие этого спорта помогло команде седьмой школы занять первое место. С небольшим отрывом им уступили игроки Легиона 89 – ученики школы имени Ярослава Василенко. Наверное, сыграла больше сплоченность, и то, что у нас два человека из команды были опытнее, они участвуют второй год, это я и еще один участник из нашей команды. Ну, наверное, это сыграло ключевой фактор. Третье место у ребят из лицея команды «Северное сияние 5». Остальных участников отметили в различных номинациях. Победители получили кубки и дипломы, а все без исключения – сертификаты в кинотеатр. Наталья Рябинина, Никита Мищенко, Новости Губкинского.